С вами Николай Пименко. В проекте ДАТА сегодня 3 декабря. День неизвестного солдата в России. В 1966 году вознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой. Прах неизвестного солдата перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. 8 мая 1967 года на месте захоронения праха неизвестного солдата был открыт мемориальный архитектурный ансамбль, который назывался и называется «Могила неизвестного солдата». Сегодня день юриста в России. В российских вузах обучается почти 700 тысяч студентов, которые после прохождения установленного академического курса получают дипломы юристов. Впрочем, это особо не говорит об общей юридической культуре всего нашего общества. Также сегодня отмечается Международный день инвалидов и Международный день борьбы с пестицидами. Теперь о родившихся в этот день. 3 декабря 1596 год. В этот мир приходит Николо Амати, итальянский скрипичный мастер, учитель Гварнери из Традивари. А в 1690 году рождается Эрнст Иоганн Берон, граф-фаворит императрицы Анны Иоанновны, оберкоммергер ее двора, герцог Курлианский, создатель режима Бероновщины, который характеризовался, как утверждают историки, засилием иностранцев, разграблением России, всеобщей подозрительностью, шпионажем, доносами, жестоким преследованием недовольных. Но после дворцового переворота 1740 года он арестован и сослан. Берон помилован и возвращен в Петербург императором Петром III. Его звали на самом деле Эрнест Иоганн Бюрен. Именно так писалось это имя. Однако затем Бюрен в России почему-то превратился в Берона. 1898 год. Рождается Михаил Кошкин, советский конструктор танков. Под его руководством в 1940 году создается самый известный танк Т-34. Он признан лучшим танком периода Второй мировой войны. В 1930 году рождается Энди Уильямс, американский эстрадный артист, лауреат Эми, ставший одним из самых популярных эстрадных теноров 20 века. Его альбомы были проданы общим тиражом более 100 миллионов копий. Ну а теперь о некоторых событиях. 1564 год. В начале декабря предпринята попытка вооруженного мятежа против царя Ивана Грозного, в которой принимали участие иностранцы из Литвы и Польши. Новые недовольства князей вызывает царский указ об ограничении их водчинных прав, еще больше, чем прежде, уравнивавший их с поместным дворянством. В этот день, опасаясь новых попыток его свержения, Иван Грозный решает переехать из Москвы в Александровскую Слободу, древнерусскую крепость, которая становится на время фактически столицей опричнины русского царства, откуда в 1565 году Грозный объявляет о введении в стране опричнины. В 1591 год. В Гамбурге свыше сотни горожан подписывают самый первый из известных в истории договоров о противопожарном страховании. В основном это были пивовары, которые владели большой недвижимостью. Согласно документу, каждый из подписавших его принимал на себя обязательство выплачивать по 10 талеров другому подписанту, если у того вдруг сгорит дом. Предполагалось, что деньги будут собирать сами погорельцы, но эта система себя все-таки не оправдала, и с 1637 года этим вопросом стал заниматься сам муниципалитет. Такой порядок взаимного страхования сохранялся в 85 лет до декабря 1676, когда власти города решили ввести индивидуальные полисы и взимать за них регулярные взносы. 1621 год. Выдающийся итальянский философ, математик, физик, механик и астроном Галилео Галилей изготовил первый телескоп. Услышав об изобретении зрительной трубы, он усовершенствовал ее, изготовив подобие нынешнего телескопа с увеличением более чем в 30 раз. Он был первым, кто направил зрительную трубу в небо в научных целях. Открыл горы на Луне, 4 спутника Юпитера, установил, что Венера меняет фазы, а также обнаружил, что огромная белая полоса на небе, Млечный путь, состоит из множества отдельных звезд. 1926 год. Агата Кристи загадочно исчезает на 11 дней. Сначала была обнаружена машина Кристи, в салоне которой была ее шуба. Через несколько дней удалось найти и саму писательницу. Как оказалось, она находилась в спа-отеле под именем Тереза Нил. Исчезновение Кристи до сих пор остается тайной. Сама писательница никак не объяснила исчезновение, а двое врачей заявили, что у нее амнезия, которую вызвала травма головы. По другой версии, писательница инсценировала свое исчезновение, чтобы отомстить мужу, которого могли заподозрить в убийстве. Брак Агаты Кристи с первым мужем окончился разводом в 1928 году. В 1967-й в Киптаунском госпитале Гроттес-Хур хирург Кристиан Барнард пересадил 54-летнему Луису Вашканскому сердце молодой женщины, которая попала в автомобильную катастрофу. Через 18 дней после операции пациент умирает от пневмонии. Однако следующий пациент, Филипп Блайберг, прожил с пересаженным сердцем более 19 месяцев. К концу 1968-го в мире будет сделано уже около 100 пересадок сердца. В 1984-й год произошла самая страшная химическая катастрофа в истории человечества. Около 4 тысяч человек гибнут, и тысяча получает увечья в результате того, что облако метилового изоцианида накрыло поселение вокруг производящего пестициды завода корпорации Юнион Корбид Пхопали в Индии. Согласно отчетам, утечка газа произошла после того, как один из рабочих добавил в резервуар воду. Температура и давление стали повышаться, и газ просто улетучился. 1991-й год. Внешэкономбанк начинает свободную продажу валюты частным лицам. Доллар покупают за 90 рублей, а продают за 99. Ну и еще одно событие в подробностях. 1948-й год. Рождается Оззи Осборн. Читаем в Википедии. Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участников группы Black Sabbath, оказавший значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хэви-метал. Его называют крестный отец хэви-металла. Оззи был одним из шести детей в семье Осборнов. При рождении он получил имя Джон Майкл, а прозвище Оззи получил еще в школе, откуда его, кстати, исключили в возрасте 15 лет из-за тяжелого материального положения в семье. Мальчик начинает работать. Смотрите, был и помощником водопроводчика, и слесаря, и забойщиком на скотобойне, и автомехаником, и даже могильщиком. Но честный труд, как вы понимаете, приносил гроши. Так Осборн начал воровать, за что его и упекли в бирмингемскую тюрьму на несколько месяцев. После выхода из нее начинается его музыкальная карьера, в которой было всякое. Однажды на сцену была брошена летучая мышь. Оззи ее схватил и откусил голову. Была ли мышь живой – вопрос спорный. Музыкант говорит, что да, и она даже успела его укусить. А парень, который бросил его на сцену, утверждает, что принес ее уже мертвой. А еще в рамках промо-компании нового альбома фигуру сидящего Оззи как-то установили в музее восковых фигур. Но когда посетители подходили к нему, чтобы сфотографироваться, он вскакивал и кричал. Оззи ведь всегда был громким и неожиданным. С вами был Николай Пимненко в проекте «Дата». Редактор субтитров А.Семкин